На проект топ-модель по-русски близняшки Ольга и Ксения приходят с тяжелым сердцем. На время пребывания в телешоу с сестрам приходится оставить свою любимую учебу и полностью погрузиться в другой мир. После проекта прошло уже достаточно много времени, но наша жизнь кардинально так и не изменилась. У нас появилось очень много долгов по учебе, и это нас сильно тормозит. Из-за этого мы не можем двигаться дальше. Мы не можем не сходить ни в какое агентство, чтобы искать себе работу. И не можем там продолжать рисовать наш мультик. Но стоит нам только с этим разобраться, и я думаю, что мы начнем действовать. Мультик девушки рисуют для конкурса юных мультипликаторов. Питерские барышни мечтают не о покорении глянцевого Олимпа, а о том, чтобы стать настоящими аниматорами где-нибудь в Японии. Я уверена, что попасть туда в качестве модели будет гораздо легче, нежели в качестве мультипликаторов, которых в Японии так вот, прям скажем, очень много. Как и у всех участниц топ-модели, у двойняшек поприбавилось поклонников. И это им не очень нравится. А некоторые бывают очень странными, они нас преследуют, так ходят. Хотя вроде мы там уже с ними поговорили, еще сфотографировались, поулыбались, и они ходят за нами, и это очень неприятно. Ты что, понравится радость пажа? Да, особо некого делить. Наша старшая сестра сказала, что мы красивые. Удивлять близняшки продолжают и после окончания шоу. Выясняется, что их самые лучшие друзья – это местные панки. Есть такие люди, мама, их панками зовут, их в обществе не любят, и нигде не признают, но только знаешь, мама. Но недавно пара чуть не раскрылась. Один раз идем вот как раз именно по этой улице, по Невскому, и проходим прямо мимо нашего плаката. А эти дебилы идут, болтают и даже ничего не замечают. Вообще мы думаем, сказать, не сказать, сказать, не сказать. И они так мимо проходят, мы, ай, ладно. Живут девочки в обычном питерском общежитии, но не одни. Раньше с нами жил пятый сосед, это была плесень, но мы упорно выводили ее на протяжении нескольких месяцев, и она покинула нас. Их самая большая разлука случилась как раз на проекте. Они вообще надолго не расставались, но тут вышло так, что Ксюша вылетела раньше, а Оля поехала на финал в Нью-Йорк. И, конечно же, привезла оттуда подарок для любимой сестры. Это мой, меня притом оделали, мне сделали такие шикарные сиси, такие прям попу, одели как проститутку. Но все равно это Оля мне привезла, и поэтому ей большое спасибо. Пока они не мечтают о мировых подиумах и фотосессиях для глянцевых журналов. Все их мысли заняты более мирскими желаниями. Ну я мечтаю стать почетным донором, это, по-моему, да, это, по-моему, надо сдать 40 раз кровь бесплатно, мне очень хочется это сделать. Не останется, просто на обморок не будешь ходить. Ну ладно, по кому-то помогу.